Ребята, всем привет! Вы на канале Посиделки с Карандашами. С вами Виталина. И сегодня хочу снять обзорчик на очень спорные карандаши, а именно Кофенор Поликолор. Я знаю, что многие их не любят. Я тоже относилась к числу тех, кто их не очень-то любит, недолюбливает. Изначально они мне казались какими-то бледными, но я изменила свое мнение, так как я уже очень-очень много ими работаю, и я поняла эти карандаши, как ими пользоваться. И теперь у меня уже нет такого однозначного негативного мнения к ним. Поэтому сегодня я хочу поделиться своим опытом работы с ними, показать работы. И вообще, что я не думаю об этих карандашах, стоит ли их покупать вообще. Ну и, в общем, возможно, кому-то будет полезен мой довольно-таки субъективный обзор. Потому что, ну, это именно базируется на личном моем мнении, на личном моем опыте. И, возможно, кому-то будет это действительно полезно. Давайте сначала, как обычно, посмотрим, что они из себя представляют. В общем, у меня был набор из 24 цветов. Я покупала себе для пробы. Ну, я думаю, многие уже видели, как вообще выглядит продукция Кофенор. Вот такая вот жестяная коробочка, которая еще сверху, на ней надета такая защитная картонка. Я ее пока не выбросила, потому что я люблю ее брать с собой куда-то в дорогу, где-то делать какие-то зарисовки. И так оно лучше держится. То есть я знаю, что крышка не откроется. Вообще коробочка выглядит очень красиво. Вот металлическая, такая жестяная. Вот, и на ней изображен вот такой вот городской вид из окна. И я хочу сказать с уверенностью, что точно такой же яркий рисунок вы можете сделать этими карандашами. То есть это не какой-то рекламный трюк, такой вот суперяркий. Это действительно можно сделать, но на определенной бумаге. Дальше, как они выглядят внутри. Вот коробочка так открывается. Она очень стабильная. Здесь также написано вот историю немножко по-английски, когда основан этот завод и все такое. И вот они у меня уже выглядят довольно-таки источными. Ну, я все обзоры делаю, вот не показываю новые коробочки карандашей. Они у меня уже все бывали изрядно в работе. И мне кажется, ну, вот лично для меня я бы хотела тоже такое вот видеть обзоры, когда видишь реально, что человек им не попользовался. И уже может что-то показать, что-то сказать. Поэтому я думаю, если кому-то это не очень-то презентабельно и красиво, ну, извините. Но я снимаю так. Таким образом они шестигранные, но как бы что мне в них нравится. Вообще я люблю круглые карандаши. Больше от них не так устает рука. Вот больше всего я люблю лиры. Они круглые, легкие. И от них вообще можно весь день рисовать. И практически не заболит у тебя рука. Но эти мне тоже неплохо ими рисовать, потому что грани у них не острые. Они такие вот скругленные. Поэтому как бы это тоже относится к плюсам. То, что позаботились не как у детских карандашей, но их, они прямо тебе впиваются в руку. А вот от этих я такого не замечала. Да, рука устает немножко больше также, потому что они толще. Я заметила, вот лично для моей руки мне более тонкие карандаши, как лиры, больше подходят. То есть я могу дольше ими рисовать. А от этих не поустаешь быстрее, но не до такой степени, как, например, от личных детских карандашей. Грифель довольно толстый. Нет у меня с ним проблем, они не ломаются. Практически даже, наверное, не один. Только черный, по-моему, раз ломался. Я даже не знаю почему. Ну а так ничего у меня не ломалось. Я точу их в точилке от Faber-Castell в разъеме для Color Grip. И без всяких проблем. Возможно, мне кажется, я их и в других точилках точила, тоже как бы нормально было. Я люблю работать острым карандашом, поэтому я затачиваю их довольно регулярно. Но хочу сказать, что такой быстрый расход я не замечала, чтобы они так очень быстро стачивались. То есть кончик держит довольно долго. Но, конечно же, надо менять направление рисунка, как обычно, чтобы стачивался он равномерно. Потом, что еще могу сказать по ним. Вот так, в общем, цвета, выкраска вот я сделала. Ну, это выкраска на 48 цветов, которые я купила новые. Я вам следом их покажу. И вот вы можете посмотреть, выкраска яркая. Ну, на этой, что касается еще бумаги. Кстати, корпус карандаша и сам цвет какой получается. Это не темнее, ладно, потом мы сравним. Но я так заметила, что они совпадают. То есть я не могу сказать, что они различаются. То есть, как окрашен корпус, такой и будет цвет. И что еще хочу сказать. Какой минус? Плюс у этих карандашей, то, что они прочные, не ломаются. Хорошо лежат в руке. Цвет совпадает с корпусом. На карандаше написан номер. И на некоторых также указан цвет. Я не знаю, почему не на всех. Вот это для меня тоже загадка. Вот на каких-то указан, на каких-то нет. Например, здесь вот указан цвет, наименование именно. А вот на каком-то я видела, что вообще не указан. Или это у меня в другом наборе так. Вот в этом наборе практически они везде. Да, они везде написаны. А вот когда я купила новый набор, то здесь вот на некоторых почему-то не указан цвет. Но номер везде стоит. Вы можете на своей выброске поставить номер. И ориентироваться таким образом. Вот. Что касается минусов. Минусов, они привередливые к бумаге. Они любят шершавую бумагу. Сразу говорю, гладкую они не очень любят. Вернее, как они плохо на ней наслаиваются. Но если бумага имеет хотя бы маленькое зерно, маленькую зернистость, они ложатся великолепно, ярко и красиво. И просто удовольствие получаешь от того, что ими рисуешь. И еще хочу сказать. Затачивайте карандаши. Я не знаю, как призмы. Я не пробовала. Но сколько я наслышана, что они ведут себя практически как масляная пастель. Но пастель есть пастель, а карандаши есть карандаши. Я считаю, классические карандаши, их нужно затачивать. Если, конечно, они не супер мягкие. И вы не используете их просто для заполнения каких-то больших пространств. Я даже мандалузы стараюсь затачивать. Хотя они, вы знаете, быстро стачиваются. В крайнем случае, если я что-то большое закрашиваю, я их могу не заточить. Но если я работаю над какими-то такими вот деталями, наложением слоев делаю, подчеркиваю тени, контрасты, я их затачиваю обязательно. Вот такая вот заточка мне нравится. Но это вот эта точилка. Есть точилки, конечно, вот эта Faber-Castell Color Grip я делаю. Есть точилки, точат длиннее, но длиннее могут сломаться. Поэтому вот для меня оптимальный вариант. Вот так вот. Они быстро не стачиваются от такой заточки. И в то же время, вернее, они быстро не расходуются, если ты такую заточку делаешь. Конечно, возможно, ты дольше, вернее, как сказать, возможно, вы чаще будете их затачивать, но они все равно экономно расходуются. Тупыми карандашами вы все равно ничего не добьетесь. Я имею в виду классические карандаши. Вот. Средней твердости, более мягкие. Вот эти считаются мягкими карандашами. Кухеноры, поликалоры. И полихромы, если даже взять те же. Я не знаю, вот многие ребята вот ругают карандаши. Вот что это за карандаши ужасные. Но в раскрасках, согласитесь, бумага, эта бумага там ужасная в основном. И как могут любые карандаши, тем более художественные, которые разрабатывались для хорошей бумаги, для рисунков, вести себя там хорошо, если она гладкая, если она какая-то тонкая, вообще непонятная. И еще не хотят затачивать карандаши. Я заметила очень часто, что рисуют тупыми карандашами. Но я не знаю, как можно добиться яркости, если карандаш тупой. Я помню, у нас было в художественном училище. Однажды девчонка, ну мы рисовали там графитами, в этот момент мы рисовали именно графитовыми карандашами, не цветными. Но разницы никакой нет, что цветной карандаш, что графитовый, их нужно затачивать. И вот одна девчонка, ей нужна была помощь от учителя, она подошла, чтобы на ней помог, а у нее был незаточенный карандаш. Если бы вы видели, как он разозлился, он реально разозлился, кричал, что это такое, я вам сколько раз повторяла, нужно точить карандаши, как можно таким рисовать. И вот я думаю часто, когда увижу, что ругают карандаши, что они плохо отдают пигмент. Да, есть такие, конечно, карандаши, что они реально твердые, плохо отдают пигмент, очень много детской линейки, вы знаете сами это. Но если совсем не затачивать карандаш, ну невозможно такими карандашами, как полихромис, поликалор, лира, невозможно добиться какого-то экстра такого супер наложения, если они тупые. Поэтому затачивать карандаш обязательно нужно. И в этом случае тоже. Это не мандалузы, они тоже ведь ложатся, как какой-то восковой мелок мандалузы. И там другое дело, там уже совершенно другое восприятие. А вот обычные карандаши, их нужно затачивать. Вот. Насчет того, пылятся они или нет. Вот я хочу сказать, я сейчас вам буду показывать различные рисунки, потому что рисунков у меня уже очень много, я потестировала некоторые специально для этого обзора. И пылятся они у меня вот только вот на этой бумаге. Эта бумага Ностальгия от фирмы Ганны Мюллия. Хорошая бумага. Она не только для цветных, то есть она как бы изначально даже, по-моему, не для цветных позиционировалась именно, а такая она вот для многих техник. И вот здесь вот полихромисы на ней великолепные. Это, мне кажется, самая лучшая бумага для полихромисов. Это я в интернете нашла, когда тестировала полихромисы. И действительно, это так, самая лучшая. А вот поликалоры на ней пылят. Ложатся ярко, но пылят. Но это была единственная бумага, на которой они пылили. Я пробовала в раскрасках, в некоторых, не во всех. Пробовала на различных бумагах, потому что у меня их куча дома. И вот единственное, где они пылили, это вот на этой бумаге. Что еще мне в них нравится? Мне нравится в них цветовая палитра. Оттенки великолепные. Они такие благородные, как бы я сказала. То есть нет таких детских вырвелазных оттенков. Они все такие натурально-природные и яркие. И в то же время вот красивые, просто реально красивые оттенки у поликалоров. И можно создавать ими, мне кажется, любые рисунки. В том числе, конечно же, реалистичные, пейзажные и, в общем, натюрморт и все. Но, возможно, какие-то поп-арты уже-то не составшие, потому что цвета такие вот натурально-природные. Ну, хотя, если использовать нужные контрасты, то можно и такое создать. В общем, цвета потрясающие. Вот этими я влюбилась в них из-за цветов. Также и в Манделузах та же самая палитра. И я полюбила голубые и синие. Вот благодаря именно поликалорам я сейчас часто использую, уже стала чаще использовать. Я раньше вообще ненавидела голубые, вот особенно яркие. А вот сейчас я люблю, особенно мне нравится вот этот вот цвет и вот этот вот. И еще новое, которое я купила, сейчас покажу вам. Вот такой баклажановый, восхитительный. Я обожаю тени, накладываю. Когда затемняешь тени, я люблю делать тени многоцветными. Я не везде использую черные, мне не очень нравится. Мне часто бывает, что тени какие-то скучные, даже в раскрасках. Поэтому я использую множество цветов для теней. Я очень люблю, когда попадаются такие вот оттенки, которые можно в тенях использовать. И вот здесь вот в новом наборе из 48 цветов, которые я купила недавно, вот я нашла для себя еще вот такой вот цвет для теней. Я использую фиолетовый, ну вот такой вот, как бы русский синий, темный. Также буду теперь использовать баклажановый, коричневый вот такой вот. Вот вы можете видеть, коричневый у меня тоже выглядит вот так вот. Так, и так как у меня вот этот вот набор уже изрядно потрепанный, мне захотелось еще больше цветов, так как я полюбила эти карандашки, то я заказала себе по скидке вот еще 48 цветов, но только в таких вот картонных упаковочках бумажных. Ну, это из-за экономии, так как так намного дешевле. И у меня уже полно коробок металлических с карандашами. Я думала, куда мне уже их оставить. Я лучше возьму какой-нибудь стаканчик и поставлю их туда, как я сделала с полихромисами со своими. И вот 4 здесь таких вот упаковочки, в каждой по 12 карандашей. Я не хочу сказать, что они там по цветам разложены. Я не знаю даже по какому принципу они здесь разложены. Вот здесь сзади написано, что это художественные карандаши. Вот стоит вот фото для считывания. И они выглядят точно так же, как и в моей первой упаковке, то есть вот с таким вот запаянным кончиком. И вот именно вот эта вот выкрызка у меня с этих карандашей. И вот этот баклажановый цвет, мой полюбившийся мною, я уже нашла его в этом новом наборе. Еще я очень люблю восьмой цвет, как у мандалунцев, так и у поликалоров. Очень интересный такой вишневый, у меня больше ни в каких карандашах нет. Вот выглядят они точно так же. Я уже некоторые из них брала, но не все. Я хочу большей частью тот набор уже закончить. И беру только те цвета, которых у меня там нет. Конечно, это не очень удобно, если их постоянно вот здесь вот хранить и доставать, поэтому я их в стаканчик выложу. Вот. Ну давайте теперь приступим смотреть работы, которые я могу показать по этим карандашикам. Насчет наслаиваемости. То, опять же, зависит от бумаги. На некоторых бумагах просто бесконечно можно наслаивать их. Я даже не знаю, сколько слоев, я решила, не буду здесь и сегодня даже экспериментировать, чтобы сколько я могла бы слоев наложить, потому что это бесполезно. У каждого своя бумага, у каждого свои раскраски, пусть даже те же самые. Поэтому я хочу сказать, что в некоторых раскрасках они не больше двух-трех слоев выдержат, а в некоторых раскрасках даже значительно больше. А вот на профессиональной и недорогой даже бумаге для рисования для цветных карандашей или просто для эскизов, она может выдержать они просто нереально большого количества слоев. Конечно, это не полихромозы. Полихромозами больше вы сделаете, но все равно их можно реально использовать как замену полихромозами или лиром, я так думаю. Вот сейчас перед вами лежит такой листочек крафтовой бумаги, и вот здесь у меня я пробовала некоторые марки карандашей. Вот это лира, это полихромоз, это вот гольдфабер, это пеликан детские карандаши, а вот это кофенор поликалор я недавно сделала, я использовала также здесь и белый. Что меня удивило, белый довольно очень даже неплохо, хорошо ведет себя на крафте и на черной бумаге. Я даже такого от него не ожидала, потому что используя его как блендер, тем более в раскрасках, он как бы мне бесполезен был особо-то. А вот на хорошей бумаге он очень даже хорошо себя ведет. Прямо я удивлена, покажу потом еще на черном альбоме. Я сразу принесла и черный альбом, чтобы заодно показать, как ложиться. Вот у меня совсем дешевый альбомчик, здесь тонкие-тонкие листочки. И вот этот я здесь экспериментировала. Вот это все сделано поликалорами, различными оттенками, в том числе и белым. А вот это я использовала полихромозы. То есть разницы особой я здесь не вижу. И вот так же поликалоры я их обвела. Вот эти. Так, потом, что еще хочу показать на крафте, еще сравнить. Получается, что я их сегодня сравниваю в основном с полихромозами. И вот, вот этот вот рисунок сделан полностью. Кофенор поликалор. А вот этот вот сделан полихромозами. И то есть я разницы не вижу. Я думаю, вы тоже не увидите разницы. Та же самая яркость. Вот. И как бы, что хочу сказать к этому. То, что я не могу сейчас однозначно сказать, какие карандаши ярче. Полихромозы или поликалоры. Это все зависит от бумаги. То есть, мне кажется, эти карандаши, наверное, типичный представитель тех, кто проявляет себя именно вместе с бумагой. То есть не сам по себе. Нельзя сказать, что карандаш яркий. Вот. Везде. Потому что на некоторых листочках, бумажках, раскрасках он действительно очень бледный. А на некоторых он даже может быть ярче полихромоза. Вот такие вот карандаши. Вот вы можете сейчас видеть. Я тут не делаю никакие-то суперфильтры или что-то в видео. Это, как вы видите сейчас, так оно и есть. То есть это реальные цвета и яркость реальная. Вот как на самом деле. Вот. Теперь для... Еще для хорошего примера поликалоров. Вот эта бумага. Я вам еще как-то показывала в каком-то творческом влоге. Это у меня бумага для пастели. Тоже хлопковая, как бы, она вроде как. Но для пастели. Но я пришла к выводу, что карандашами на ней рисовать отлично. Ну, конечно, для тех, кто любит такую текстуру. Текстура здесь очень интересная получается. Также можно ее и замылить многочисленным нанесением карандашных слоев. Но вот пастелью мне нравится замыливать, растирать ее. А карандашами мне наоборот нравится, что когда текстура просвечивается или чередуется. Какие-то объекты делаются гладкими, замыленными. А на каких-то объектах или фонах просвечивается вот такая текстура. И вот я здесь тоже их тестировала. Вот как они смешиваются. Вы можете посмотреть, что хорошо получается. Градин, переход. Вот. И вместе с этим негативный пример. Вот я взяла тоже вот эту дешевую бумагу. Которая у меня была какая-то эскизная. И на ней ни полихромсы, ни поликолоры мне вообще не понравились. И почему она очень гладкая? Она ужасно гладкая. Не люблю я такую бумагу. На ней только какие-то быстрые зарисовки простым карандашом сделать. Чтоб не забыть, что ты хотел там воплотить какую-то идею. А наслаивать на ней вообще невозможно. Просто это ужасно. Я сделала такой быстрый совсем какой-то скетч из головы. И даже детализировать его не стала. Потому что, во-первых, это не получалось. А во-вторых, ну просто неприятно рисовать. И вот, вот, посмотрите. Вот это у меня был полихромс, вот это вот поликолоры. То же самое, разницы нету. Они все ужасно ложились. Выглядит ничего хорошего, мягко сказать. Вообще-то ничего здесь не добьешься с этой бумагой. Ужасно. Вот. И вот если вы возьмете раскраску, начнете раскрашивать на такой же бумаге. И карандаши у вас так ведут себя. И, конечно же, многие подумают, это карандаши виноваты, они ужасные. Но, в самом деле, это бумага ужасная, не карандаши. Вот. И вот еще следующее. Эта бумага тоже не очень. Но изначально я не поняла ее совсем. Но потом все-таки я сработала с нею и поликолорами вместе. Получилась вот такая неплохая бабочка, довольно яркая. Но фон я сделала акварелью и пожалела потом, потому что она вообще акварель не воспринимает. Она разбухает, размокает и так и высыхает. Ужасно. Хотя я воды практически вообще не лила здесь. В общем, совершенно не для акварели. Но и не идеальная для цветных карандашей, я тоже хочу сказать. Я не знаю, для чего я ее буду потом использовать. Но, возможно, все-таки буду делать зарисовочки карандашами. Карандашами еще пойдет. Яркость сохраняется. И слоями тоже можно накладывать, не надавливая сильно. Вот сколько я уже показала разной бумаги и везде все по-разному. Вот еще хочу показать такой вот альбом. Тоже совсем дешевый, но мне нравятся в нем листы. И вот здесь я баловалась из путеводителей по природе, по лесам. Я срисовывала такие грибочки и тоже использовала поликалоры. Полностью здесь поликалоры. Отлично ложилась. Я просто наслаждалась. И здесь также бумага зернистая и шершавая. То есть только на зернистой и шершавой бумаге вы этими карандашами можете какие-то даже шедевры нарисовать. Так. Ну и бамбочка поликалорами. Я, по-моему, уже в отчете по работам ее показывала. Вот это вот. Тут тоже только поликалоры. Эта бумага тоненькая, но хорошая. Хорошая. Она также такая вот негладкая. И немножко у нее есть зерно. Шершавая такая. Вот эта бабочка здесь получилась у меня. И еще давно я ела вот такой вот дуб по прогулке, по фотографии. И давно я уже делала. А недавно я думаю, почему бы мне еще не углубить тени. И я начала углублять здесь черным карандашом. И он опять продолжал у меня хорошо наслаиваться. То есть тут можно наложить довольно большое количество слоев. И мне нравится также черный. Во многих раскрасках он ведет себя как серый, но на хорошей бумаге для рисования. У него действительно такой вот цвет, типа как... Ну вот, сажа глазовая или что-то подобное. То есть он живописные тени делает, а не просто черные. И он на глубокий. Его можно назвать глубоким цветом. Он не серый. И очень даже хорошо здесь он себя повел. Вот здесь получается два рисунка поликолорами. Я хочу и дальше здесь продолжать ими. Вот. Насчет раскрасок. В раскрасках у меня тоже есть работа. Именно только поликолорами. Сейчас я постараюсь найти. Здесь даже две у меня. Вот такая вот работа. Здесь только поликолоры и белая гелевая ручка. Больше ничего тут нету. И вот, хотя бумага здесь не очень мягко складывана, но они все равно хорошо себя повели, хотя много не наслаивались, но получилось ярко, довольно симпатично. Вот если сравнить, вот я здесь делала полихромы с ними. Вот здесь лирами, вот это чисто лирами. Ну, лирами, конечно, моя любовь, потому что, мне кажется, ни одни карандаши не дают такое какое-то покрытие интересное, как лиры. Потом вот, ну, взять что-то. Да, ярко, но мне это уже не интересно. Это как по-детски. Здесь уже совсем другие цвета. Здесь я хотела еще показать полихромы, и, конечно, она была у меня картинка сделана. Вот. Вот это вот полихромы са. Ну, то есть, я не знаю, особой разницы, такой вот кардинальный тоже не видно. И последняя вот у меня вот была работа, чисто кофенор поликолор, только я здесь сделала подложку из белой акварели. Я слышала, как Алекс Норд говорила, что хороший такой способ, чтобы карандаши лучше ложились, сделать подложку из белой акварели, и это действительно помогает. Очень, намного приятнее. Они тогда накладываются, наслаиваются друг на друга больше. На этом дереве я вообще неисчислимое количество слоев наложила. Ну, вот такая вот получилась очень даже симпатичная, яркая картинка. И еще у меня есть раскраска для примера. Вот такая вот садовое счастье немецкое. И тут я тоже вот такое вот сделала. Здесь у меня на фоне немножко акварельки, а все остальное, тут здесь тоже чуть-чуть акварельки, подложка, но потом полностью все только карандашами кофенор поликолор. Вот видите, какие здесь цвета благородные. И еще что хочу сказать, чем мне они, вообще почему я их так полюбила и так сильно стала использовать, они во многих раскрасках просто отлично ложатся на акварель. Я люблю в этой технике раскрашивать подложку акварелью, а доработку кофенор поликолор. И это для меня практически уже незаменимые карандаши. Для этого, ну вот везде, что бы я ни взяла, вот здесь я добавляла их. Потом, ну вот здесь чисто акварель, вот здесь вот тоже я дорабатывала ими. Здесь у меня чисто полихромосы, и кольт фаберы были. Вот здесь я вообще цветочки ими полностью раскрашивала и дорабатывала немножко тоже поликолорами. Здесь я с анетом раскрашивала и немножко, мне кажется, тоже дорабатывала поликолорами. Здесь тоже самое. Ну, в общем, практически вся эта книжка у меня с доработкой поликолорами. Вот здесь тоже 100%. Здесь вот я не помню. Ну, в общем, так. Великолепно. Они дополняют акварель. И также вот в этой раскраске, пока еще тут у меня раскраски лежат, потому что я снимала недавно видео по итоговым работам. Я как раз покажу вам. Вот в этой раскраске я и постоянно ими пользуюсь. Все время, но здесь нет. Вот здесь вот как раз вот этот вот новый баклажановый цвет из нового набора 48 цветов, я им делала тени. Углубляла. И вот намного же интереснее, чем черные смотрятся. Здесь тоже поликолоры, здесь тоже, в общем, везде. Потом вот на этой работе тоже практически одни поликолоры. Даже я часто ловила себя на мысли, я беру полихромусы, пытаюсь ими дорабатывать, а потом все равно рука тянется к поликолорам. Не знаю почему, но мне ими просто комфортно очень. Опять же, вот в этой новой работе тоже самое, только немножко поликоломусы со остальными поликолорами. Вот здесь вся эта птица полностью доработана поликолорами. То есть, получается, везде. Везде у меня ими идет доработка. Вот здесь, кстати, вот эту работу я забыла показать в отчете. Ну, покажу тогда в следующий раз. Такой вот цветок. И здесь тоже полностью все доработано поликолорами. Вот такой вот он яркий. Я очень полюбила голубые и синие цвета из кухинура. Ну, в целом, наверное, так и все. Мы можем немножко с вами попробовать сейчас, чтобы не быть голословной, что-то так подчеркать. Вот возьмем вот этот мой простой совсем спичок. Ну, здесь я тоже, здесь я смешивала лиры и поликолоры. Очень даже хорошо получалось у меня их комбинировать. Я не уверена, что я больше не буду экспериментировать с карандашами. Возможно, я куплю себе еще какие-то попробовать. Вот, как раз открыла этот мой любимый восьмой цвет. Вот здесь вот стоит название. С каким мы его возьмем? Ну, возьмем давайте вот этот вот для кожи цвет. Здесь вот тоже есть для кожи такой бежевый цвет. И что-нибудь попробуем сейчас подчеркать, посмешивать. Попробую сейчас приблизить. Попробуем что-нибудь посмешивать. Ну, вот я слегка-слегка надавливаю. Это вот такой совсем ловенький бежевый цвет. Ну, он тоже очень красивый. Ну, для кожи в самый раз будет. И вот, вот этот вот мой любимый вишневый цвет. Я вообще еле-еле касаюсь, я не люблю давить на карандашу, мне тогда рука болит. Только, когда нужно уже сделать акценты, тогда я уже начинаю надавливать. И вот так можно бесконечно наслаивать, наслаивать и наслаивать. Если еле-еле касаться. Даже на этой совсем дешёвой бумаге из скетчбука. Вот, когда покрываешь ещё раз, то цвета улыбляется. И вот это я взяла именно изначально почему такой вот бледный, что обычно же вот бледные цвета, они очень быстро начинают замыливаться, не наслаиваются. Но в этом случае сейчас у меня нет такого, он ещё по-прежнему наслаивается. Получается так ярко, красиво. Ну, кто не любит наслаивать, возможно, эти карандаши не для вас. Потому что, почему я раньше их тоже не считала бледными, как бы я... Ну, как-то не тренировалась на наслаивании ими. И мне они казались как-то бледными, но я пыталась сильнее на них давить, да, вот когда сильнее давишь. Вот, посмотрите, вот если немножко я буквально посильнее надоила, и вот уже такой цвет. А если вообще сильно, вообще вот такой вот. А в некоторых раскрасках вот такого почему-то нельзя добиться. В них нужно именно вот так вот слой за слоем наслаивать. И тогда получается такой глубокий, богатый цвет, как лисировка акварельная. Я не хочу сказать, что это карандаши самые яркие. Нет. Есть намного ярче, возможно. Ну, по-любому, даже те же самые джоты стеренова, они ярче. Да, хотя я теперь уже и сомневаюсь, потому что на некоторых бумагах у меня тоже они не были бледными. И ими невозможно вообще наслоить столько слоев, сколько поликалорами. Поэтому, если кто интересуется, какие карандаши, я бы сказала, лучше, джоты стеренова или кофе-нор поликалор, я, конечно же, даже вообще без раздумий скажу, что кофе-нор поликалор лучше, им приятнее работать. И ощущаю, что это действительно художественные карандаши, они детские и по цветам, и по нанесению. Ну, и вообще вот субъективное такое ощущение, когда ими рисуешь. И вообще вот, когда я их распробовала, в общем, они любят наслаивание. Да, любят наслаивание и хорошую бумагу зернистую. Вот, это самое главное, что я хочу по ним сказать. И даже вот по наслаиванию, они мне напомнили риры, потому что иногда риры наслаиваешь, кажется, уже не накладывается, но покрытие все равно углубляется и получается каким-то все интереснее и интереснее. И точно так же с этими. Вот, ну, выбор, конечно, делать вам. Вот, здесь можно еще понаслаивать, но я уже больше не буду. И так видно, как получается такой вот очень красивый, плавный переход. Мне кажется, такая вот будет роза интересная, если, например, серединка вишневая, а по краям вот такой вот бежевый цвет переходит. И еще хотела секрет также сказать, вот, если мне хочется быстро нарисовать что-то, я знаю, что мне в том месте в определенном не нужно будет много наслаивать, я беру и вот так вот сразу надавливаю. Вот так сильно. Буквально там, ну, это по интуиции уже, чтобы там, может быть, только черным или каким-то темным карандашиком просто углубить тень вот потом еще. Вот фиолетовый я взяла. Вот. Тут уже очень мустой слой, поэтому вот немножечко пылинки появились. А вот до этого, вы видели, он вообще не пылил. Вот. И вот здесь я уже не могу ничего наслоить. Это как бы уже окончательный вариант. Например, в глубине цветка. Если мы возьмем, вот так вот можно сделать. Вот. Таким же образом я делала в раскраске только другими карандашами. Вот. На этих вот цветочках. Вот в середине я изначально уже давила на карандаш, потому что я знала, что здесь я сильно много наслаивать не буду, а вот ближе к краям лепесточков я там уже наслаивала. Вот. Так что такой серед, что быстрее. Точно так же на листьях. Здесь я уже изначально давила, а дальше без нажатия рисовала. Вот так вот можно ускорить процесс. Но здесь не поликадр, но это не важно. Просто я объяснила сейчас, как примерно можно. А если кто любит наслаивать, то это просто карандаши для этого созданы. Вот сиди так и наслаивай часами там. Ну, сколько времени у тебя есть. И получается, возможно, даже в каких-то так же книжках вам будет казаться, что бледновато, но зато у него такой прозрачный, прозрачный, но в то же время глубокий слой, как вот акварельный, как листерок. Вот получается. Очень похоже с лирами. Но лиры, конечно, мне больше нравятся. Тем, что, ну, по наслаиваемости, потому что, как они в руке лежат, ощущение более мягкое, когда ты ими рисуешь. Но кофе норы вполне могут заменить лирой, также полихромусы тоже, если у вас нет средств. Вот. Ну, и также, почему лиры мне еще больше нравятся, потому что они не так требовательны бумаги. Они в большинстве раскрасок очень хорошо себя ведут. А вот полихромусы, то есть поликалоры, они более требовательны. Ну, вот и все. На этом, наверное, мы закончим этот обзорчик. Я надеюсь, кому-то пригодится. Кто-то, возможно, изменит мнение о карандашах, кто-то нет. Но я вот изменила, и даже, как уже говорила, до чего дошло, что я купила себе еще один набор. И вот положу напоследок картинку из раскраски сельская романтика, что очень даже неплохо можно ими раскрашивать. Ну, на этом все. Всего хорошего, вдохновения вам, и до новых встреч. Пока. Продолжение следует...